всем привет всем огромный привет из канады как вы поживаете я надеюсь что у вас все хорошо сегодня у нас очередное видео болталка и сегодня у нас разговор о номинации оскар прошел он прогремел в это воскресенье ну прогремел это громко сказано там грома вообще никакого не было было все так очень минор на тихо и вообще по моему половина земного шара даже не знала что оскар происходит в это воскресенье прошедшие потому что оскар обычно бывает в роли она сейчас из-за пандемии в общем его перенесли на апрель чтобы как-то это было больше похоже на церемонию грандиозную но как бы грандиозной церемонии тоже не получилось но давайте по порядку я очень даже приоделась вон блестках видите пиджачок бархатный с блестками чтобы как бы вот быть в теме но по-моему я больше похожа на как шамаханскую царицу чем на звезду голливуда но я старалась оцените меня мой аутфит а значит чего я хотела про оскар то девочки знаете даже не столько про наряды про одежки про все вот это вот а вообще про саму церемонию которая в принципе была когда-то мне очень любима и почитаемо я всегда ее смотрела особенно с тех пор как мы переехали в канаду я стала больше в теме как бы голливуда артистов и и вообще всего всего что происходит в соседней стране америка тем более что половина голливуда это канадцы в общем там очень много артистов из канады и очень много фильмов снимается в канаде между прочим если вы не знали что торонто это такой как бы маленький голливуд где снимают очень много фильмов даже в том городе маленьком пригороде торонто где я живу тоже есть несколько фильмов которые здесь были сняты я даже знаю я даже видел узнаю эти улицы места в общем интересно прикольно но не об этом сейчас так вот я довольно таки интересуюсь темой и поскольку мы живем на том же континенте то в общем-то церемония проходит вечером и я всегда с интересом и смотрела ну как бы живью в живую и всегда вот эта красная дорожка эти наряды это эти артисты это в общем этот гламур это какая-то невероятная красота какая-то роскошь какие-то бриллианты немыслимых вообще размеров и цен в общем ну вы вы все знаете о чем я говорю и вот случилась пандемия прошлом году по вообще не было стрима я уже не помню если честно что-то как-то вот а в этом году вот был такой как бы мини оскар такой малюписичный такой оскарочек и прошел он тихо прошел он очень незаметно без шума без пыли без фанфар и и всего того что обычно обычно сопровождала оскар прошел он в новом новом помещении для себя это union station в даунтауне лос-анджелеса когда я смотрела на я не нашла вот картинок сожалению не нашла картинок как это выглядело внутри но когда смотрела на это мне-то на какой-то спортивный зал в школе большая такая школа большой спортивный зал как-то так отдельно стоящие значит стулья столики люди сидят очень далеко друг от друга естественно хорошо что они хоть были без масок почти все и вообще хорошо что какое-то подобие красной дорожки они сделали потому что в общем то но не было вот этого толпы которые обычно стоит вокруг фотографирует и и вот идет такая много людей вместе его там встречаются и у них берут интервью тут значит дама которая брала интервью стояла на приличном расстоянии от артиста артист подходила на ему там выкрикивал какие-то вопросы он ежеда выкрикивал в ответ потому что это все далеко и в общем они плохо друг друга слышали ну в общем как-то как-то общаясь да так вот я могу все это понять потому что пандемия а калифорния собственно они там по-моему самые большие борцы с пандемией вернее самые большие родители в америке за локдауны и запирание всех друг от друга и в общем как бы на расстоянии держаться и все вот это вот свято соблюдает носит маски и все такое но да то есть в общем то как бы это можно объяснить это понятно поэтому как бы понятно почему все это проходило вот в таком вот не слишком как бы так сказать роскошном формате как это обычно принято не было ведущего и в общем-то все было быстро скомканно и как бы так на кучку слепили знаете из того чтобы окей но дело вы знаете в чем я хотел сказать да рейтинги этого оскара были самые низкие за вообще всю историю оскара а оскар это был вообще 93 раз 93 по-моему да 93 была церемония почти 100 лет почти 100 лет оскару я не знаю что он переживет 100-летний юбилей вот если честно на мой взгляд как бы я сомневаюсь рейтинги были самые низкие опять же это объяснимо потому что церемония была довольно скромная и вообще она была не вовремя и никто в то время и кто ждал феврале те уже нам забыли что ее будут проводить в апреле и понятно почему такие низкие рейтинги но я вам хочу сказать что я в общем-то наблюдаю за этим должна сказать что рейтинги упали уже очень давно где-то с восемнадцатого семнадцатого восемнадцатого года уже несколько лет рейтинги оскара и не только золотой глобус грэмми все вот эти вот номинации и церемонии которые когда-то имели колоссальные рейтинги их смотрел вообще весь мир последние несколько лет они превратились какой-то знаете ну какой-то freak show который по моему собираются для себя для друг для друга они там все друг друга знают это их тусилово их тусовка они все встречаются друг с другом в общем проводят какую-то церемонию для себя самих выдвигает на на эту церемонию на на награды людей которых никто не знает особенно артистов которых особенно никто не знает вручает награды люди которых тоже никто не знает. Кстати, про Грэмми был целый скандал на эту тему, что награждает вообще артистов совсем не тех, которые ожидаются и не тех, которые, так сказать, поддержатся публикой, а каких-то там своих, между собой иных и так далее. Так вот, про Оскар. Номинация Оскар где-то годов, года 17-18-19, она опускается, ее рейтинг опускается все ниже и ниже, их смотрят все меньше и меньше людей. И я не знаю, заботят ли это у строителей Оскара, и я еще раз повторюсь, у меня такое впечатление, что они устраивают этот Оскар сами для себя, то есть их как бы абсолютно не волнует то, что думают люди, смотрят их или не смотрят. Опять же, я это сужу, потому что они видят, что их рейтинги падают, они не пытаются ничего сделать для этого и как-то поменять ситуацию для того, чтобы их рейтинги снова поднялись, и это снова стало супер популярной передачей. Я вам хочу сказать вот что, что по моим наблюдениям рейтинги Оскара стали падать вот сильно так, году в семнадцатом, по одной лишь причине, это стала политическая платформа. Если раньше это было шоу, потому что это шоу-бизнес, шоу, бизнес, шоу, то последние несколько лет это стала совершенно такая политическая платформа, где происходят высказывания на политические темы, она заняла определенную, значит, вся вообще-то голливудская тусовка, заняла определенную позицию, значит, в американской политической системе, где они, так сказать, находятся в какой-то вот своей нише, высказывают очень, как бы, иногда не совсем деликатно свою точку зрения, и выступают совершенно со своей вот политической платформой. И я, как бы, смотрите, каждый человек, включая артиста, режиссера и участника вот этого всего балагана, имеет право, конечно, на свои политические взгляды, имеет право находиться и симпатизировать какой-либо политической партии или не симпатизировать какой-либо политической партии, абсолютно сто процентов имеет право высказываться на эту тему. На церемонии Оскара и Золотого глобуса и всех остальных церемоний всегда существовала такая некая сатира, некая такая, знаете, подтрунивание над правящими, так сказать, системами Соединенных Штатов. Это было некий такой сарказм, некоторая сатира, потому что, естественно, сатира, как бы, свобода слова, это если вы можете высказываться открыто по отношению к власти и критиковать власть, критиковать президента, критиковать Сенат, критиковать министров там всего чего угодно, их действия, их разговоры, их поступки, it's okay. Если вы не живете в Соединенных Штатах, если вы живете в Соединенных Штатах или поблизости, вот как я в Канаде, то вы знаете, что Голливуд и все артисты, режиссеры и так далее, они являются такой основой, оплотом либеральной партии Соединенных Штатов, демократической партии Соединенных Штатов, и, естественно, так сказать, они могут за них голосовать, они могут им помогать деньгами, они могут высказывать свое отношение к ним и к противоположной партии, естественно, опять же, демократия на той демократии. Но превращать площадку награждения Оскара, Золотого Глобуса, Грэмми и так далее в политическую площадку пропаганды своих политических взглядов и обгаживания политических взглядов своих противников, не противников, а, ну как бы, ну да, политических противников, я считаю, что это неправильно. То есть, если вы хотите высказать свои политические взгляды, вы можете это сделать в любом другом месте и даже вы можете это сделать на церемонии вручения Оскара, но это не должно превращаться в вашу адженду. То есть, было такое впечатление, что главной целью людей, пришедших на церемонию Оскара, было показать свою приверженность либеральной партии, демократической партии Соединенных Штатов и обгадить и нагадить на голову представителя республиканской партии и всех, кто за него, и всех, кто голосовал за него, и всех, кто является его сторонниками, что, в принципе, так сказать, половина населения Соединенных Штатов не хотела этого слушать. Потом они хлопнули в ладоши и удивились, почему же у нас упал рейтинг, что произошло, что случилось, каким таким образом у нас так сильно упал рейтинг. Вот таким вот образом, ребята. Ну, а теперь давайте непосредственно перейдем к самой церемонии, которая происходила в это воскресенье. Как я уже сказала, церемония была бедная, церемония была несчастная, церемония была очень убогая. Ну, окей, давайте поговорим о нарядах. Наряды соответствовали церемонии. У меня было такое впечатление, что люди подумали, что, поскольку это все равно не серьезный Оскар, это как бы такой, знаете, мини-Оскар, давайте мы не будем как следует наряжаться, одеваться. Для меня это было странно. Вся эта голливудская тусовка год сидела безвылазно и проводила все церемонии по Зуму. И вот, наконец-то, их реально позвали прийти, нарядиться, одеть свои бриллианты, одеть свои шикарные наряды и за год первый раз выйти в свет. Но чудо не случилось. Пришли, народ пришел, знаете, с плохо промытыми головами, а бы как накрашены, а бы во что одеты. Я вообще, то есть, ну вот, от просто вот дамы, которая пришла в платье, кстати, от Хермес, но она выглядела на ней как будто бы она его купила в Заре или в H&M и в кроссовках. Полный отстой. Я не понимаю, я этого не понимаю. Я понимаю, что они хотят быть ближе к народу, как будто бы они показывают, что они ближе к народу, но народ не хочет, чтобы они были ближе к ним. Вы понимаете, вся, вся вот этот вот мэджик Голливуда, это было в том, что это был гламур, в том, что это были бриллианты, шикарные наряды, красивые люди. Когда на дорожку выходят в кроссовках, в некрасивой одежде, некрасивые люди, с не очень красивыми лицами, плохо одеты, плохо накрашенные, это конец Голливуда, ребят, понимаете, Голливуд был, как бы, держался, был силен своим гламуром и тем, что это, это какие-то небожители, понимаете, на них смотрели, на них равнялись, пытались, пытались одеваться, как они, пытались выглядеть, как они, в ту минуту, когда они перестают быть чем-то, какими-то супер, какими-то супер людьми, женщины, которые не стареют, мужчины, которые не стареют и не толстеют и не лысеют, это все теряет вот этот флер и вот этот налет вот этого, вот знаете, серебряный век Голливуда, вот это вот, вся вот это вот, понимаете, то есть, я не знаю, может быть, я не права, поспорьте со мной, как вы считаете, я считаю, что Голливуд должен оставаться Голливудом, несмотря ни на что, в этом весь Голливуд, в этом их поинт, в этом их смысл, в этом их суть, когда они станут такими же, как все остальные люди, это перестанет быть тем, чем оно есть, может быть, они пытаются перестать быть, чем они есть, но их доходы и их, как бы, популярность основана на том, на том, что они являются тем, чем они есть, то есть, это гламур, это избранные, это самые красивые, самые богатые, самые растакие люди в мире, даже не только в Соединенных Штатах, ну, не знаю, ребят, как вы считаете, я, например, считаю, что, ну, я не знаю, я сейчас буду как старый Брюзга, говорить, вот в наше время Голливуд был такой, замечательный, прекрасный, это была такая, это была такая гламурная тусовка, это был блеск бриллиантов и брызги шампанского, а сейчас это превращается в какую-то тетку в кроссовках с косичками, ну, вот не знаю, были, конечно, красивые платья, было несколько очень красивых платьев, мне они понравились, но в общем и целом, и в этом сходятся абсолютно все критики, которые рассматривают наряды в Голливуде, я не буду сейчас тут встать картинку и говорить, вот это платье такое, это платье сякое, для этого есть очень много каналов, которые лучше разбираются в этом, чем я, и освещают, так сказать, наряды голливудские, но все, кто это делал, сошлись с этого мнения, что просто вот, ну вот, отстой, отстойный, я, конечно, надеюсь, что возможно, это все, опять же, последствия пандемии, опять же, того, что, в общем-то, как бы церемония такая была минорная, очень такая домашняя, ламповая, я бы сказала, и девушки не хотели наряжаться особенно, хотя я прочитала, что как раз как бы дирекция, дирекция церемонии награждения Оскар сказала, что никаких кежуал-нарядов, все должны прийти, как положено, black tie, вот этот вот самый дресс-код, что все должны прийти, как обычно все приходят, на церемонию Голливуда, никаких таких послаблений в этом году не должно быть, но тем не менее, пришли, как пришли. Скажите, опять же мне, что вы думаете по этому поводу, легитимно ли это, имеет ли они, так сказать, нужно ли им это делать, зачем они это делают, пытаются ли быть ближе к народу, или просто, вот просто поленились, такое впечатление, что девушки пришли, вот знаете, в таком виде, что мы просто вот, не то что, а мы просто мимо проходили, заглянули тут, и вот там, голову не помыли, накрасились обыкак, и одеялись лишь бы, что ближе лежало, ну более или менее, какие-то такие вечерние наряды, какие-то там, мы надалживали бриллианты, чтобы это уже совсем сегодня выглядело, совсем такой, по-затрапезному, но, в общем-то, как бы видно, что особенно никто не старался сильно, не знаю, не знаю, мне как-то это очень разочаровало, я надеялась, что вот, наконец-то, первая красная дорожка после года, фактически, когда их не было, этих красных дорожек, кстати, дорожка-то и то была даже не красная, какая-то такая, розовато, такая розоватая, в общем-то, какая-то розовато-малиновая такая, обычно всегда дорожка прям, знаете, такая красная дорожка, вот прям красная, в этот раз даже и дорожка была какая-то левая, в общем, короче, вот так, напишите мне, что вы думаете по этому поводу, потому что я, как бы мне интересно, это только мое впечатление, или кто-то со мной согласен, кто-то со мной не согласен, все, ребята, за всем будем с вами прощаться, надеюсь, что вам было интересно, Надеюсь, что вам понравилось. Люблю, целую. С вами была ваша Дита из Канады. Bye-bye.